Привет, дорогие друзья! В этом видео мы с вами поучим 5 классных сленговых выражений, которые используются в Британии. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, первое выражение, которое мне самой лично очень нравится, потому что я люблю сыр, звучит как cheesed off. Cheesed off – это, по сути, синоним annoyed, то есть взбешенный, раздраженный. Например, I was cheesed off when I found out that he had broken my favorite cup. То есть я взбесилась, когда узнала, что он разбил мою любимую чашку. Cheesed off. И еще можно использовать как глагол Cheesed someone off. То есть кого-то доставать, кому-то надоедать. Следующее выражение – bog standard. По сути, мы его можем перевести как средний, то есть никакой, ничего особенного. Вот ничего особенного. Bog standard. Например, я не знаю, допустим, я купила новую машину, вы меня такие спрашиваете, о, какую машину ты купила? Я говорю, а, just, it's bog standard. Да, просто обычную, ничего особенного. Вот. И что интересно, что в этом выражении у нас тоже есть одно слово, bog, которое переводится как туалет. То есть это тоже сленговое выражение для туалета. Bog, toilet. И bog row – это туалетная бумага. Непонятно, да, какая здесь связь с ничем особенным, но, видимо, действительно туалет и туалетная бумага – это ничего особенного. Следующее слово, сленговое, звучит как chinwag. По сути, это синоним к cheat, chat. То есть это как болтовня, да, ни о чем. Приятная, да, такая болтовня. Просто. Например, we had a good chinwag over a bottle of wine. То есть мы приятно поболтали за бутылочкой вина. Chinwag. Еще одно слово – это off-license. Если когда-нибудь нас наконец-то выпустят отсюда, и вы поедете в Англию, вам обязательно нужно знать это слово. Off-license – это, по сути, как вот наши магазинчики с алкоголем. Вот, то есть где вы можете, ну, зайти купить пивка себе, там обычно чипсики всякие продаются, газетки и так далее. Называется off-license. Почему так называется? Наверное, потому что license – это у нас лицензия. И обычно, да, на алкоголь, на продажу алкоголя нужна лицензия, особенно на распитие именно напитков в, например, пабах. Да, у них должна быть лицензия. А в этих магазинчиках, да, им как бы лицензия не нужна, ты купил и ушел. Off-license. И в Америке, если я не ошибаюсь, можете меня перепроверить, написать в комментариях, права ли я, эти магазины называются liquor store. То есть, ну, ликерный магазинчик, алкогольный магазинчик. Liquor store. И последнее слово на сегодня, которое мне тоже очень нравится, просто как оно звучит. Это как вот рандомный, неорганизованный, хаотичный. Да, вот это можно сказать про человека. She is a shambolic person. Да, вот она хаотичная, у неё всё неорганизовано. Или a shambolic life. Да, хаотичная жизнь. A shambolic period. Да, хаотичный какой-то период в жизни, например, как у нас сейчас происходит. Шамболик. Запоминаем. Это всё на сегодня, дорогие друзья. Наши пять сленговых слов. Учите их, используйте их на здоровье. Надеюсь, они вам помогут лучше понимать, может быть, какие-нибудь сериалы, которые вы смотрите, и просто носители языка, если вы с ними общаетесь. Я вам желаю успехов. And see you very soon. Субтитры сделал DimaTorzok